Можно ли избежать ухудшения отношений России и США? Этого нужно сделать. Но я думаю, если люди, народ здесь будет со стороны России, со стороны Америки более лучше относиться друг к другу, то и правительство одеваться некуда будет тоже. Должны люди сами понимать, что наращивание вооружения и негативного отношения друг к другу повлечет плохие последствия для всего человечества? Можно ли избежать? Конечно, можно. Что для этого нужно сделать? Ну, курс менять, власть менять. На потепление международных отношений, на признание каких-то своих, будем говорить, огрешностей. Вот. Но ведь никто же не пойдет на это. Поэтому конфронтация будет продолжаться. Мы будем бороться, что делать. Они уже совсем плохие. Как можно еще избежать? Я думаю, что нужно адекватно отвечать на все вызовы, которые нам США на сегодняшний день демонстрируют. Ну и, во всяком случае, спокойствие прежде всего соблюдать, чтобы не было никакой суеты в нашем поведении, ну и неадекватных действий. Ядерная держава. Ни один здравомышлящий человек, тем более американцы, они достаточно трусливые нации для того, чтобы разведать войну, открытую с нами. Я уверен, что это не состоится. Но экономические санкции могут быть вполне. Я думаю, нет. Потому что в Америке политика у них своя, у нас своя. У нас политика ясна, у них политика тоже ясна. Это уже как народ. Так же не хочешь ничего. Но, допустим, как ведет себя Америка, не знаю. Навряд. Нужно перестать изолироваться от Запада и от другого мира и идти на контакт. Просто людьми надо быть, мне кажется. Не надо слушать всех этих политиков дебилов. Ну как, не дебилов, дураков. Они просто не понимают, что люди-то все одинаковые. Что там, что там. Надо просто добрее быть друг к другу, мне кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!